Я приветствую всех на нашем канале. На дворе у нас осень, и я сегодня передники. Вы, наверное, очень удивитесь, кажется, сезон посадки уже закончился, но тем не менее, ничего подобного. Мы еще продолжаем сажать, и я сегодня вам покажу, как можно сделать красивый вазон, именно чтобы он радовал нас на протяжении осени и зимы. Сейчас в различных торговых сетях, торговых центрах или же в садовых учреждениях, в магазинах, которые садовые, идет осенняя распродажа. Продают те хвойники, которые не смогли продать летом, или же хвойники, которые маленькие. То есть есть из чего выбрать. И продают они, кстати, очень большой скидкой. Поэтому мы сейчас их можем накупить, посадить, осенняя же посадка допустила, и они будут радовать нас на протяжении осени и зимы. Вот здесь я выставила вам различные варианты декорации наших вазонов. Про вазоны мы уже очень много рассказывали, это очень красивые, удобные. Функциональные базоны выполнены в трех различных вариантах. Вот бронзу, под бетон и античные базоны, то есть белые. Они великолепно вписываются в любой ландшафтный дизайн сада. Также могут служить дополнительным украшением любой входной группы. Оригинально смотрятся с любыми из нашими товарами. Тут будут собаки, фонтаны, лавки. Но об этом можно рассказывать очень долго. То есть они великолепно могут украсить любую зону. Итак, я для примера взяла вазон, выполненный под бронзу, с патиной, малахитовый. Он очень оригинальный, устойчивый. И главное, что он широкий. Вот здесь у меня стоят различные вазоны, уже задекорированные. Варианты с тыквами, различные с листьями, с хризантемами, с хвойниками. Просто обычные листья. То есть вариантов различной декорации очень много. Вы можете составить свою собственную композицию. Я решила сделать композицию из мини-хвойников. Как я уже сказала, их сейчас очень много продают на различных распродажах. Ну и так приступим. Я купила такие можжевельнички Плюстар. Они имеют голубую хвою. Оригинальные, очень такие красивые. Я хочу их посадить вот так по кругу. В центр композиции. У меня композиция будет смещена вот к этому краю. Так как у меня вазон стоит вот здесь, к стене будет. Поэтому вот сюда в центр я смещаю. Не в центр сажаю, а смещаю к этому краю. Сажаю елочку-конику. Мне она безумно нравится. Я поэтому ее фактически всегда использую. Итак, приступим. Грунт у меня специализированный для хвойничков. И я вот так их распределяю по поверхности. Вы можете сажать любые хвойники. Взять те, которые вообще вам просто нравятся. А потом просто я подсыплю земли. У меня земля здесь для хвойников. Рыхлая, с рыжим торфом. Скорее всего кислым даже. Специализированный грунт для хвойников. Так, вот сюда я посажу. Как я уже сказала, ель-коник. Вы можете использовать различные варианты, какие вам нравятся. Сюда я посажу барбарис, Red Jew. Он красный, красивый. И он будет у нас служить украшением нашей клумбы. Хочу сказать, что барбарис вообще терпеливо относится к любым видам почвы. Поэтому здесь, среди хвойничков, он тоже себя будет чувствовать очень хорошо. Смотрите, как он замечательно вписывается. А весной тогда уже я высажу эти все хвойники в грунт. Сейчас они у меня послужат украшением на протяжении всей зимы. Когда будет, если слишком холодно, то, конечно же, я могу эту композицию занести в дом. Ну и так как это у нас осенние композиции, я добавлю атрибут осени. Вот сюда воткну желтые листочки. Даже если они пожухнут, ничего страшного. Они будут тоже оригинально очень смотреться. И завершить нашу композицию. У меня есть вот такие искусственные ягоды. Их очень часто продают в магазинах. То есть, пожалуйста, просто их можно приобрести. Для полноценного сюжета, все-таки это у нас осенние композиции. Вот сюда я добавлю пластмассовые тыковки. Они тоже не боятся атмосферы. Будут великолепно чувствовать себя на открытом воздухе. Посмотрите, какая у нас чудесная композиция получилась. Причем она может находиться весь зимний период на улице. Единственное, что вот эта вот елочка у нас требовательна по уходу. Она может немного подмерзнуть. Но когда начнутся уж сильные морозы, накройте и укройте ее. Или просто перенесите в дом. Воткнув сюда просто еловые или сосновые ветки. Тоже будет очень оригинально смотреться. Вот эти хвойники великолепно чувствуют себя на воздухе. Поэтому не боятся. Барбарис тоже прозвучит. Поэтому вот такую композицию мы можем сделать. Но пластмасс она не боится. Никаких морозов, дождей. Поэтому могут находиться весь сезон. Ну, листья, наверное, пожухнут. Но мы опять-таки в соответствующий сезон изменим композицию. Добавим новые или уберем их совсем. Здесь просто они сделали яркий акцент. Но, тем не менее, вот эта композиция может стоять достаточно долго. И радует ваш взгляд. И, в общем-то, и не только ваши, а приходящие в гости к вам людей. Вот эти все композиции созданы специально для вас. То есть вы можете забрать эту идею и точно так же задекорировать ваши вазоны. Все эти вазоны, если они вам понравились, вы можете найти у нас в интернет-магазине Хитсад. А композицию я вам дарю, пожалуйста. Дерзайте, творите. Это всегда прекрасно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И хорошей золотой вам осени. Всем пока. Я хочу представить вашу вниманию группу, входную группу. Как можно декорировать ее осенью. Обращаю ваше внимание. Вот здесь мы выставили различные вазоны. Про них мы уже много рассказывали на протяжении всего летнего сезона. Рассказывали, какие вазоны у нас вообще есть в интернет-магазине Хитсад. Но, тем не менее, я еще раз, кто вдруг не услышал, я сегодня повторюсь. Итак, вазоны. Белая группа. Очень она мне нравится. Оригинальная, стильная. Можно сказать так, что аристократическая группа. Выполнена в различных оформлениях. Есть с патиной, есть без патиной. В античном стиле. Вазоны по высоте разные бывают. Маленькие, средние, в виде цветка, в виде чаши. То есть выбирайте на свой вкус и цвет. Все они имеют различную форму. Это могут быть чаши, широкие чаши, ушские чаши. Выполнены с патиной в виде малахита нанесенной. То есть вариантов очень много. Вам нужно только выбрать, какой вазон подходит вам по стилю вашего сада. Кстати, к этим вазонам всегда есть компаньоны. В нашем интернет-магазине можно создать целую необыкновенную коллекцию. Фонтан, вазон, различные собаки. Все выполнены в одном цветовом исполнении. Это здорово. Причем, вы знаете, можно ведь сделать входную группу, которые растянуты в пространстве. То есть на входе поставить оригинальных собак или львов, выполненные под бронзу. Далее поставить красивые вазоны различные по высоте. Они у нас есть на пьедесталах. Выполнены очень красиво и очень изысканно. И закончить всю эту группу великолепным фонтаном. Я думаю, что вот такая вот композиция будет очень оригинально смотреться. Состоящая из целой группы различных, но сочетающих по цвету изделий. Все они выполнены из современного материала, который называется стеклопластик. Чем хорош этот материал, он великолепно ведет себя на атмосфере. То есть, если вы поставили его в саду, вы можете его вообще не доносить на протяжении всего сезона. Ну, конечно, фонтан придется, так как все-таки в нем задержится вода. Но вазоны и собак и различные другие украшения вы можете оставить на территории вашего участка на протяжении всего сезона. Вы знаете, эти вазоны смотрятся великолепно всегда. Путь то весна. Кстати, у нас есть видеообзор, где мы сажали летники, многолетники, однолетники. Именно наши вазоны. Кому интересно, ссылку в комментариях я дам. Это был очень красивый ролик, когда мы сочетали различные по цвету, по фактуре растения и сажали вот такие великолепные вазоны. Как они вообще смотрятся вместе с цветами? Наступает осень. Вот здесь мы задекорировали различными способами опять-таки же наши вазоны. Посмотрите, насколько оригинально это смотрится. Урожай. Мы собрали великолепный урожай тыкв. Посмотрите, сочетание хвои тыкв и хризантем, ну, можно сказать, что это визитная карточка осени. Чудесные хвойники просто с хризантемами. Это тоже всегда прекрасно. Ну, а, конечно же, что говорить об осенних листьях. Сочетание осенних ярких желтых листьев с красной рябиной и с ветками хвои, это всегда просто чудесное сочетание. Ну, а декоративные тыквы это просто восклицательный знак. Могу сказать, что вот такой вазон, если будет стоять на входной группе, причем он же ведь не боится атмосферных осадков, будет смотреться фактически всю осень очень нарядно. Кстати, зимой мы тоже покажем, как можно с помощью вазонов задекорировать и украсить входную группу. Я думаю, что вот поставить такой вот оригинальный вазон, как приветствие осени, не оставит никого равнодушным. Любой человек, который зайдет в ваш дом, скажет, боже мой, как это красиво. Несмотря на то, что вазоны кажутся все фундаментальными, такие прочными, тяжелыми, на самом деле они очень легкие. То есть перенести их может даже любая женщина. Внутри они полы, соответственно, вес уменьшается. Ну и, конечно, вот новый современный материал, он добавляет, убавляет вес и, в общем-то, делает вазоны тем самым, в общем-то, очень привлекательные. Как я уже сказала, что выполнены из современного материала, который может находиться очень долгий промежуток времени на улице. Все эти элементы и много других различных вазонов, собак. Вот такие друзья собаки, которые могут тоже находиться замечательно на входной группе. Кстати, это символ будущего года, вы можете найти у нас в интернет-магазине Хитсад. Делайте удачные покупки, декорируйте ваши сады, встречайте золотую осень и, конечно же, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, мы работаем только для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok